Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Но пока мы приступаем к нашей программе и к нашим вопросам. Я бы хотела такой мостик перекинуть от предыдущего нашего часа. Последней темой во втором часе разворота был День Конституции. Сегодня в очередной раз мы отмечаем этот государственный праздник. У нас к этой теме был приурочен на нашем сайте и на нашей страничке ВКонтакте опрос «Мои конституционные права когда-либо нарушались, не нарушались, не знаю». Я вам, Азиз Алиевич, как юристу должна сказать, результаты печальные, потому что 70 с лишним процентов проголосовавших на страничке ВКонтакте говорят, что их конституционные права нарушались, и ещё почти 20 процентов говорят, что не знаю, нарушались или нет. То есть эти люди просто, возможно, не читали Конституцию, а освежить перед тем, как отвечать на вопрос, ну, может быть, времени не было. Не знаю, мы вот до вас спрашивали Яна Чеботарёва, Яна Чеботарёва тоже как-то грустно реагировала, вздыхала, говорил, что да, безусловно, эта история, она подтверждается, да, то, что говорят наши слушатели, нарушаются конституционные права, а мои коллеги Владимир Сметанин и Николай Голиков зачитывали просто вот статьи Конституции, в частности, вторую главу права и свободы гражданина, да, вот, мы там любой пункт возьмём, очень, очень, да, вот, читаешь и думаешь, блин, а ведь это правда закон основной. Вот ощущение такое, что как-то и нет у нас её Конституции. Ну, Конституция-то есть, документы есть, не знаю, ну, они, конечно, там права граждан постоянно нарушаются, потому что, да, действительно, в очень, во многих сферах, то есть, когда мы говорим, там, о бесплатном образовании, там, когда говорим о бесплатной медицине, когда мы говорим о, просто об избирательных правах, например, там, муниципальный фильтр на выборах губернатора, это, с моей точки зрения, это нарушение Конституции, несмотря на то, что, значит, было решение Конституционного суда, я с ним в корне не согласен, потому что муниципальный фильтр — это нарушение Конституции, это когда какая-то, значит, небольшая группа людей, там, пусть это муниципальные депутаты, там, могут ограничивать, значит, мои права по выдвижению, там, ну, права любого человека по выдвижению, там, кандидатом, там, на пост губернатора, очень часто Конституция нарушается в налоговых законах, пожалуйста, то есть, когда мы знаем, что любые, там, налоги должны опираться на экономическую деятельность, там, гражданина, а у нас есть масса налогов, которые на экономическую деятельность, как таковую, там, не опираются, то есть, просто можно повышать бесконечно, там, те или иные налоги, там, налог на имущество, налог на транспорт, брать с одного объекта несколько налогов, что вообще тоже, как бы, противоречит Конституции, этот же транспорт, когда с него, там, три налога берут одновременно, там, несмотря на то, что я знаю, Это мы сейчас про транспортный налог, акцизы на бензин, говорим, да, что люди понимают. Платон, там, несмотря на то, что есть спикеры, которые, там, говорят, что вот это нам на пользу, там, и так далее, и так далее. Нельзя одну пользу строить на вреде, там, на другом, там, условно говоря. У нас государство имеет достаточно большие доходы, и этих доходов государству не хватает все время. Так не должно быть, то есть, потому что, получается, что, несмотря на то, что в Конституции написано, что, фактически, там, ну, извините, точную формулировку не скажу, но, фактически, власть, как бы, народ непосредственно осуществляет там. Народ – источник власти? На самом деле, у нас не народ – источник власти, у нас народ практически никакой не источник власти. Сегодня источник власти – бюрократический аппарат, который управляет все хуже и хуже, потому что этот бюрократический аппарат не… у этого бюрократического аппарата нет заказчика. То есть, если народ – источник власти, народ – заказчик этого аппарата. Они не считают заказчиком. Поэтому что за праздник 12 декабря? День попранной конституции. С моей точки зрения грустный день. А нет никаких рычагов? Воспрять, встать, протестовать и прочее. Или предпринимаются такие попытки? Кто-то протестует. Иногда хватает смелости у судей поддержать. Конституционные права. Я думаю, что ситуация в прошлом году, когда предпринимателям, которых Вавилов возглавил в их походе против пенсионного фонда, удалось отстоять свое конституционное право, уплачивать только законные налоги. А в данном случае законные взносы страховые, которые опираются на результаты их экономической деятельности. Я хочу сказать, что да, удается. Добились. Да, добились. Просто констатируя факт попирания конституционных прав граждан, я могу посоветовать только одно. Нужно защищать эти права. То есть всеми доступными законными способами обращаться. Обидели, обидели, жаловались. Будут обязательно жаловаться. И в этом смысле я думаю, что юристам можно было бы именно такие права, когда защищаются. Работать в этом направлении просто на благо страны. Потому что не всегда бывают у людей деньги на то, чтобы те, кто защищают конституционные права, обычно их хорошо бы поддержать бесплатно, чтобы в конечном итоге поддержка этих прав и установление главенства конституции пойдет на благо каждому, в том числе и этому юристу, который будет защищать права этого гражданина. Может быть потом с каким-то клиентом столкнется с бесправием и может апеллировать когда-то принятым решением. Сделал, так сказать, уполномоченный наш по Кировской области Вавилов, возглавив это дело, когда по всем областям России все уже сложили ручки и головы склонили. Оно привело к тому, что достаточное количество, миллионы предпринимателей вздохнули облегченно. Мы сейчас про Андрея Вавилова поговорим, наверное, и после небольшого перерыва сделаем паузу, буквально на минуту и вернемся в сторону. Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, в гостях у нас Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». До перерыва заговорили мы с вами про ситуацию в сфере соблюдения прав конституционных, прав человека. Вы вспомнили Андрея Вавилова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области до недавнего времени. Область, я напомню, у нас на протяжении месяца, по-моему, да, может даже и больше. Нет, уже больше. Уже больше. Живет без защитника прав предпринимателей в конце года, когда, в общем-то, у предпринимателей, наверное, много вопросов возникает. Не с кем посоветоваться, получается. Ну, он посоветовался, наверное, есть с кем, да. Но пожаловаться не на кого. Вот, и до сих пор решение не принято. На прошлой неделе глава региона Игорь Васильев встречался с журналистами. Вопрос по уполномоченному ему задавали. И было журналистам сказано, что вот те программы, которые представляли кандидаты, а их было, по-моему, пять человек, да, вот к итоговому уже голосованию, они были, ну, не то чтобы дежурными. Глаза не горели, сказал Васильев. Надо вот такого, чтобы горели глаза. Вы что думаете по поводу всей этой ситуации? Лучше бы он не говорил эти слова. Про горящие глаза. Про горящие глаза. Потому что в Ганина достаточно людей с горящими глазами. Нет, 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 ну подождите. Ну, вот, нет, ну там он же не имел в виду ничего плохого, что вы. Вопрос заключается в том, что губернатор не должен искать уполномоченного с горящими глазами. Он должен поставить задачу и потом выслушать людей, которые готовы эту задачу выполнить и посмотреть, какие ресурсы им под эту задачу нужны. Значит, а в данном случае демонстрируется бюрократический подход. То есть я не скажу, по каким критериям буду оценивать кандидатов. Я скажу некоторое абстрактное слово про то, что должна быть программа. И люди напишут эту программу. А когда я буду оценивать, так как нет никаких критерий, я придумаю систему критерий или даже не систему, а один какой-нибудь. Например, горящие глаза. И скажу, что вот когда декламировал он эту программу, у него уши не краснели, например. Почему только глаза-то? Вдруг у всех будут гореть глаза, а уши не будут краснеть. Понимаете, какой подход-то демонстрируется? Задача-то какая? Задача защиты прав предпринимателей. Что значит задача защиты? Защитой прав предпринимателей Вавилов прекрасно справлялся. В чем проблема-то? Ну, может, их лучше надо защищать. Мы же не знаем, что там будет в следующем году. Я ведь об этом вам и говорю. Кто ставит-то задачу? Я ведь об этом говорю. Задача не поставлена. Что значит лучше? Вот вам кажется, что лучше, потому что вы в бизнесе не вращаетесь. Не вращаетесь. А бизнесменам, которые сидели в этом кабинете и выступали, они все практически в один голос сказали, что Вавилов прекрасно справлялся значит с этой должностью. Компетентное управление ставит задачу и оценивает под четко определенным критерием. А бюрократ, чиновник, он оценивает нравится, не нравится. Вот уши покраснели, нравится. Вот поговорил, щеки покраснели у девушки, понравилось там. Понимаете? Вот костюмчик не так сидел, вот оделся не так, вот надо было так одеться, а не так одеться. Понимаете? Ставим задачу, даем четкие критерии и оцениваем. Какая задача должна быть, на ваш взгляд? Ну вот программа, вы сказали. Это не я сказал. Хорошо, это Васильев сказал. Да. Значит, программа пишется под задачи. Если нет задачи, какая программа? Ну давайте я напишу программу. Программу участия всех празднований Нового Года, всех предпринимателей. И расскажу о нем, значит, там, 23-го. Вы что скажете на это? Я скажу, это один из способов поднятия настроения предпринимателей, который приведет к повышению производительности труда. А если повышите производительность труда, предприниматели больше заработают. А еще корпоративная культура, Азиас Олегович? А вы меня послушайте. Сейчас не культура. Так. Больше заработают, больше налогов в бюджет заплатят. Чем не программа? Хорошая программа. Все. А защита прав где? А зачем защита прав-то, если налогов достаточно поступит? Ведь программа нужна была, а не защита прав. Если защита прав, то все делается. Но если нас не устраивает тот уровень защиты, который сегодня есть, а сложно мне представить более высокий уровень защиты при таких куцых правах, которые дает этот закон. Там уполномоченный должен обладать доверием не столько губернатора или его первого заместителя, который сегодня ведет какие-то подковерные игры и вытаскивает из рукава каких-то там крапленные какие-то карты. Очередное увидите крапленную карту, когда он вытащит. Уже есть очередная крапленная карта. Подождите, кандидатуру вы имеете в виду? Конечно. Мы скоро имя кандидата услышим еще одного на этот пост. Да, скоро еще одного возможно услышите, если первый зам решится его назвать. Он был в списке или его не было? Не было его в списке. Не было. Вот нашли, только бы почему-то первому заместителю губернатора «Вавилов не нравится край». Вот это и есть бюрократический подход. Понимаете? Это и есть чиновничий подход. Когда я сужу и оцениваю кандидата и человека по принципу нравится, не нравится. Вот он меня тут критикнул или он тут со мной плохо поздоровался, не крепко руку пожал, при этом уши у него не покраснели. Я еще раз говорю, в Ганина полно людей с горящими глазами. Тащите сюда в кандидаты. Не надо. Они с удовольствием поработают. Не надо. Поверьте, они будут лучшими защитниками. Какой? Кто это сказал? Кто это? Вы выбираете? Вы выбираете. Ну, вообще, по идее, мне казалось всегда, что защитник прав предпринимателей должен выбираться в том числе консолидированным мнением представителей разных предпринимательских сообществ. А смотрите, что делает эта бюрократическая власть. Посмотрите, выдвигают общественные организации. Вот они выдвигают того, кого они хотят вот сейчас на второй этап. Я не знаю. Нет, они не выдвигают, они сидят и ждут. Потому что они один раз повыдвигали, поподдерживали, им сказали, ну... Что-то не того вы предлагаете. Да, и более того, ну-ка, напишите-ка давайте, чтобы мы еще один конкурс провели, который, ну, по оценке некоторых юристов, вообще незаконный. Ну, да, говорят, что не совсем, не совсем соответствует... соответствует закону вообще про процедуру объявления повторного корпуса. Сама процедура не соответствует закону. Да, пожалуйста, а сейчас что делают общественные организации? При том, что я член этих общественных организаций, они не собираются проводить какие-то заседания своих органов для того, чтобы выдвинуть кого-то. А подождите, как же... Не поступило сверху указаний. Как же тогда будет? То есть будут те же самые кандидаты или их не будет вообще? А вот сейчас их будут выдвигать другие, там же есть другие субъекты еще, кто может выдвигать, кроме общественных организаций. Депутаты, например. Понимаете, вот видимо, другие субъекты сейчас будут выдвигать. Общественные организации бизнеса, видимо, не заинтересованы в хорошей защите. Не заинтересованы в хорошей защите. Похоже, что вот так. Подождите, ну а как так-то? А все, что было сделано, вот это вот все, оно как? Помните, я как-то вам говорил, что у нас в России есть все институты демократического общества. Только не работают. У нас есть видимость демократического общества. Не работают институты. Потому что принципиально ставить вопрос сегодня для многих опасно. Ставишь принципиально, тебя могут занести в черный список. Список неугодных. Тебя перестанут куда-то приглашать. Могут начаться гонения. Вот какая ситуация. Вот складывается какая ситуация. Печально. Ну, так я ощущаю эту ситуацию. Так я ее вижу. Так фактически я так вижу эту ситуацию сегодня. Скажите, пожалуйста, Тазис Олевич, насколько велики шансы, что мы Андрея Николаевича Вавилова увидим в числе кандидатов на пост? Насколько велики по вашей оценке шансы, что он все-таки станет уполномоченным? Я не знаю это решение Андрея Вавилова. Андрей Вавилов, если он, ну, я бы очень хотел, чтобы он снова выдвинулся. Снова выдвинулся и мы тогда услышим очередную претензию, посмотрим, какая будет там очередная неделовая претензия. Ну, может, не будет еще подождите. Ну, может и не будет. Почему? Потому что вы же мою позицию, помните, меня раньше спрашивали, что за должность? Никчемная так-то должность-то. У нее нету каких-то прав-то особых. Рычагов нет. Рычагов каких-то там нету. Чтобы защищать на этой должности предпринимателя, к тебе должно быть доверие со стороны правоохранительных контролирующих органов. Чтобы они введели тебе на слово, а ты должен достаточно проработать вопрос. И это требует большого труда. Достаточно проработать вопрос, чтобы уже идя в защиту какого-либо предпринимателя, зная, что ты защищаешь вообще-то нормального предпринимателя. А у нас предприниматели, еще раз говорю, они не ангелы. У них есть как бы определенные допуски. Эти люди лучшие люди России. Они нацелены на достижение результата, порой на грани фола. В отличие от чиновников, эти люди зарабатывают деньги и нацелены на достижение результата. Чиновники не нацелены. Чиновники нацелены все на выживание. Вот я занял пост, я тут посижу, только бы что-нибудь не случилось. Не важно, лучше бы отказать, чтобы меня не обвинили, не поддержать и так далее. Понимаете? Вот какая ситуация. Поэтому в этой ситуации понятно, что противовесом могло бы стать гражданского общества, общественные организации, могли бы стать противовесом. Но не хотят. Но не хотят, потому что вот такая атмосфера сложилась. Поэтому это вопрос Конституции. У нас нет сегодня рычагов у нормального, обычного гражданина для защиты своих конституционных прав, особенно тогда, когда у него нету поддержки со стороны квалифицированных юристов. Общество создает такие процедуры, когда простой гражданин пробиться не может. Общество создает или бюрократия? Бюрократия создает, извините, пожалуйста. Когда гражданин не может защитить свои права. И выбор амбудсмена тому яркий пример. Ну, то есть вы даже малейшего шанса не оставляете на то, что эта ситуация благополучно может разрешиться. Ну, благополучно вы что имеете в виду? Вот смотрите, для бюрократа благополучно это что кого-то изберут. Подождите, для кировских предпринимателей. Для предпринимателей вот с моей точки зрения благополучно, если благополучно Вавилов останется на следующий срок. Но мы сейчас не лоббируем интересы Андрея Николаевича, хотя я вас понимаю. Почему мы не можем лоббировать эффективного амбудсмена? Можем. Почему? Вот что за как бы там что мы глаза опустили как там маленькая девочка нет, мы не лоббируем. Лично я лоббирую. Хорошо. Не потому что Андрей Николаевич он никогда мне другом не был. Можно. Он никогда не был мне другом. Я не лоббирую, просто я вижу, что он достаточно эффективный, причем на уровне России эффективный амбудсмен. А это значит, что кировским предпринимателям повезло. Не правительство области, у них даже программы сегодня нету развития социально-экономического развития Кировской области. Поэтому они могут... Подождите, напишут еще? Слушайте, напишут, напишут, но для того, чтобы написать, а не называть, что у меня будут такие-то проекты, нужно, чтобы были поставлены целевые ориентиры. Вот когда я встречаюсь где-то в общественных организациях с представителями власти областной, они говорят, давайте ваши предложения. Или выступает у нас Ковалева, например, и говорит, я вот готова открыто к вашим предложениям. Слушайте, чтобы были предложения, надо понять цели. Вы поставьте цели. И озвучите. И озвучите. А мы потом будем с вами методы, проекты, способы достижения целей обсуждать. Если вы не знаете, какие цели поставить, давайте тогда начнем сначала. давайте скажем, не давайте ваши предложения, стратегию и так далее, давайте определимся с целями развития, социально-экономического развития области и города. Чего хотим добиться. Азиза Агаев, директор аудиторской консультационной компании Бизнес-Информ. Бизнес-Информ у нас в особом мнении. Мы прервемся на две минуты и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании Бизнес-Информ. Я вам напоминаю, но вот уполномоченный по защите прав предпринимателей до сих пор не выбран в Кировской области. Азиз Альич предполагает, что будут еще кандидаты, те, которых мы пока, может быть, не знаем, не помним. Какие-то новые люди будут объявлены, заявлены, и, возможно, что-то как-то сдвинется с мертвой точки, но при этом вы полагаете, что предыдущий уполномоченный справлялся со своими обязанностями хорошо? Андрей Вавилов. Достаточно хорошо, я бы сказал. Да, чтобы можно было пролонгировать, да, Знаете, почему достаточно хорошо? Потому что он отделял зерна от плевел. То есть он не защищал предпринимателей, которые неправы. Недобропорядочные, которые, да? Да, которые неправы. Вот почему. То есть я, на самом деле, внимательно смотрел за его деятельностью и было интересно. Действовал по справедливости. Абсолютно. Хорошо. Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить, очень важная, вы про нее тоже сказали, да, это программа социально-экономического развития Кировской области, там, да, и вообще понимание того, куда регион будет двигаться в ближайшие годы. На прошлой неделе, опять же, на встрече с журналистами Игорь Васильев сообщил о том, что в области будут разработаны не менее пяти приоритетных программ развития. Ну, кто помнит, россияне, да, начало двухтысячных годов, национальные приоритетные проекты, медицина, там еще что-то было, по-моему, да, вот, у нас их будет не менее пяти, но названо пока, по крайней мере, пять. Это агропромышленный комплекс программы «Миллион тонн молока», биотехнологии, лесной комплекс, здравоохранение, это медицинский туризм, так называемый, да, и бережливые поликлиники, и опорные школы, это проект в области образования. Вот вам кажется, эти пять проектов, они могут стать какой-то основой программы развития Кировской области или нет? Ну, основой развития области, я не знаю, они могут стать или нет. Ну, вот Игорь Васильев говорит, что в частности, там, например, программа «Миллион тонн молока» это программа не только про сельское хозяйство. Эта программа будет такой, ну, мультипликативный эффект носить, то есть на нее будут настраиваться какие-то другие отрасли и сферы, там, строительство, да, потому что надо возводить какие-то новые фермы. Вот смотрите, телегу можно всегда впереди лошади поставить. Вот я просто не видел когда-то, что лошадь, как бы стоя за телегой, я не видел, может, не знаю, может, Васильев видел. А я видела, как катер баржу толкает. Ну, вот катер баржу я тоже видел. Может быть, он, как бы, такой пример, как бы, хочет. А я-то про другое. Я про то, что давайте определимся с целями. А цели это что? Это повышение благосостояния или это увеличение поступления в бюджет. Или это... А одновременно нельзя? Да, можно. Но давайте об этом, как бы, это определим. И самое главное, что это определим в цифрах. Потому что, когда мы говорим в общем, это тоже прием чиновника, бюрократа, когда мы в общем говорим, говорим, вот, 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 а конкретных цифр нету, то потом отвечать-то не нужно будет. Ну, потому что непонятно, к чему шли, ну, вот пришли к чему-то. Ну, вот, да. Но вот ведь тут есть вот бережливая поликлиника, например. Ведь есть у нас бережливая поликлиника. Есть. А какие количественные-то показатели? Какие качественные показатели, которые можно оценить в цифрах? Ну, подождите, как можно оценить в цифрах качественные показатели, например, по опорным школам? То есть дети станут получать больше знаний, может быть, а эти знания могут быть более полными, да, чем то, что они получали до этого. Потому что они получатся у лучших педагогов. Молодец. Молодец. Дети могут. Могут. Значит, мы можем определить качественные показатели в цифрах? Ну, в цифрах вот я сомневаюсь, что это можно отразить. А как? Ну, как? Вот столько-то процентов детей стали больше знать? Тогда, извините, зачем об этом говорить? Если мы не можем оценить, а мы не можем оценить, то что же это за достижение? Значит, мы будем доверять кому-то, какому-то одному человеку. Или это зам по социальным вопросам, или это министр образования, который придет, нам скажет, ну, у нас улучшилось качество образования. Владислав Ильич, ну, а как можно оценить? Вот смотрите, родители, подождите, по опорным школам, например, вот для меня, например, это важно, потому что такая немножко личная тоже история, по опорным школам говорят, почему важно, потому что дети, которые учатся и живут в сельской местности, да, условно, они получают возможность чувствовать себя на одном уровне с городскими детьми, потому что они получают образование такого же качества, но это ведь образование такого же качества на расстоянии? По интернету? Нет, почему по интернету? Они будут приезжать к ним, будет проект «Мобильный учитель». Они будут приезжать за 5, за 7, за 10, за 15, за 20, я вот знаю, там, кое-где и за 28 километров там люди едут, и вы считаете, что они будут на таком же, после он проедет там 20 километров, доедет до школы, и он будет на таком же уровне там получать, способен будет получать, как бы, образование. Владислав Ильич, надо же смотреть, вот, ну, как бы, на то, что происходит у нас сейчас. Хорошо, даже если... Невозможно в каждую сельскую школу по выдающемуся педагогу. Отлично, даже если он может получать. Мы можем оценить это? Не знаю, только и оценки. Какие оценки? Результаты. Результаты деятельности. А результаты деятельности? Да, результаты деятельности, причем не педагога талантливого, а результаты деятельности учеников. Ну, только отметки какие-то, которые на экзамен получат. А участие во всяких там мероприятиях, оценках, олимпиадах, вот там дети то в одном участвуют, то в другом, причем на международном уровне. Олимпиады, всякие всемирные соревнования, там, по знанию, там, ну, и так далее, и так далее. Там много всяких показателей. Вот, пожалуйста. То есть, вот эти показатели надо ставить в качестве целевых в программу. Да, и давайте посмотрим, достигнем, причем в качестве целевых программ по каждой, так сказать, опорной школе. И хорошо. Или еще какие-то. Всегда можно качество оценить. Этого не хочет чиновник. Потому что ему проще словами нам сказать, что улучшилось. Потому что за это отвечать не надо. Когда не посчитано, на сколько процентов. Не посчитано. За это отвечать не надо. А когда посчитано, каждый раз должен объясниться. Слушай, ну, я хотел вообще-то на пятерку, чтобы всех было. А теперь у всех или на четыре с половиной, а теперь у всех на три. То есть, недостаточно будет сказать, вот, опорная школа, ведь мы хорошо делаем, что там талантливый педагог может теперь преподавать каждому. Я, может быть, в данном случае демонстрирую предпринимательский подход. Я ведь предприниматель. Я еще и специалист по управлению, как бы, да, сфера моих интересов научных в том числе. Но, вы знаете другой подход? Оценки результатов нет. Подход, он, предпринимательский подход, он опирается на конкретные результаты. Чиновничий подход размывает эти результаты, чтобы не отвечать. Предприниматель всегда берет на себя ответственность. Чиновник всегда уходит от ответственности. Это разница. Да. Вот почему я говорю о конкретных показателях. Ну, проекты ведь хорошие. Опорные школы. Смотрите, мы опорные школы, ладно, бог с ним. Опорная школа, значит, медицина, бережливая поликлиника, медицинский туризм, так далее. Это все затраты на сегодняшний день. Ну, говорят, что не из бюджета. Пока затраты на сегодняшний день. Говорят, что учреждения выделили в своих бюджетах, нашли какие-то деньги. Бережливые поликлиники это уже затраты. Я хочу, чтобы цели ставились в том числе экономические. Чтобы было высчитано, сколько мы получим. Чтобы было, чтобы, конечно, мы развиваться-то будем на основе чего. Если мы не заработаем денег, то мы ничего не сможем в социальной сфере реализовать. Ну, вот по медицинским, например, центрам, да, и развитию медицинского туризма. Вчера совершенно было сообщение официальное от правительства области. По предварительным оценкам, общий экономический эффект для Кировской области от развития медицинского туризма в следующем году составит порядка миллиарда рублей. Поверили? Нет. Но я просто не знаю, каким образом мы будем это замерять. Я хочу видеть расчеты. Пусть на публику выставят расчеты. Я хочу видеть расчеты Курдюмова. Этого большого и смелого медицинского управленца. Так. Пожалуйста, сделайте публичным. Это же область, это управление область, это не его личное хозяйство, не коммерческая тайна. Сделайте публичным, чтобы мы могли оценить. Сделайте публичным эти данные, установите сроки и конкретные показатели достижения успехов в медицинском туризме по годам. И чтобы мы видели, за что конкретно в этой сфере будет отвечать Курдюмов. За общую организацию, я так думаю. Подождите, он объявляет это его идея, он объявляет, он отвечает за реализацию этой программы. И я хочу знать, что если эта программа не будет реализована в том объеме, в котором сегодня объявлено... С кого спрашивать? Не с кого спрашивают. Уйдет Курдюмов по-мужски или нет? Ох, как вы прям резко. Подождите, они только-только начинают, дайте людям время. Они начинают очень кулуарно. Это их между собойчик, который они нам потом показывают в качестве каких-то уже достижений. Никаких достижений это еще нет. Нам тоже это не нравится. Мы тоже за открытость и за то, чтобы объясняли все пошагово просто. И людям объясняли. Потому что, например, в моей поликлинике сейчас идет ремонт. И это большие неудобства, я вам скажу, потому что приходится верхнюю одежду с собой носить, ходить по побелке и дышать краской. Видите? Вот. Все для будущего. Я верю, что это для того, чтобы пациенты были счастливы. Зато когда все будет, вы сможете очень удобно прийти и очень удобно записаться на прием к врачу через месяц, полтора и два. К нужному врачу-специалисту. Подлечиться, чтобы. Не важно, что за это время ваша болезнь может перейти в хроническую стадию или вы можете потерять какой-нибудь орган. Ну, Азиз Ильич, вот мы люди взрослые, мы понимаем прекрасно, что если ситуация критическая, то ждать три недели смысла нет. Значит, вы идете куда? Я иду в платную больницу. Пора. И это, видимо, будет тоже заслуга. Вот о чем я и вам и говорю. Вот о чем я вам и говорю, что все должно оцениваться количественно. Потому что платно, это должен быть выбор, а не вынужденная мера. А у нас сегодня это вынужденная мера, когда человек уже понимает, что если он не пойдет платно, других вариантов у него нет. Хотя это все нами оплачено. Нет, но я все-таки не буду настолько резкой, конечно, хотя это ваше особое мнение, и, безусловно, вы имеете право. Я-то все-таки дам вот, ну, небольшое количество времени на то, чтобы подождать, когда закончится ремонт. Может быть, и не полтора, и не два месяца надо будет ждать. Может быть, меньше. Меньше. Давайте я здесь, а лишь полгода дадим. Меньше месяца и 10 дней будете ждать вместо месяца 15. И я ведь не против того, вы вот, видимо, я не смог донести до вас свою мысль. Я ведь не против того, чтобы дать время. Я за то, чтобы дать время после того... Как будто озвучены конкретные цели. Конкретные цели, конкретные цифры, конкретные сроки. И потом, сколько хочешь, я готов ждать. Я очень надеюсь, что вот там, в здании по соседству, к тому, что вы сейчас говорите, прислушаются, и мы какие-то раскладки все-таки получим. Не прислушаются. Потому что то, что я говорю, это персональная ответственность. Персональную ответственность умеют нести только предприниматели. Только предприниматели. И что делать? Что делать? Мы не найдем же каждого. Вот на каждый, на каждый чиновничий пост мы же не найдем по предпринимателю. По предпринимателю, а человека с предпринимательским подходом. Вот этот предпринимательский подход, когда человек... Сейчас страшные вещи говорите, Алис Алиевич. Наши пожилые слушательницы и слушатели-слушатели думают, как это бизнесмены вот туда. Да не бизнесмены, а человека с подходом таким, который ориентирован на результат. Вот я хочу, чтобы вот эти пожилые, как вы говорите, ваши слушатели, когда они болеют, могли реально и быстро, результативно получить эту помощь. Вот чего я хочу. Мы все этого хотим. Мы все этого хотим. И за это тот, кто вдруг не окажет такую помощь, должен нести персональную ответственность. Если не получится это в системе, потому что любые сбои в системе – это вина тех, кто управляет этой системой. Личная и персональная ответственность даже самых высоких начальников. Мне это очень нравится. Хорошо, еще одна тема, которую мы, думала, успеем обсудить, но, к сожалению, кажется, уже нет. Я хотела про аэропорт вас спросить, но, Азиз Ильич, времени нет совершенно. Я думаю, что еще мы с вами в этом году встретимся и поговорим. Очень мне хочется знать ваш прогноз на тему того, куда мы будем летать в следующем году. Азиз Агаев, директор информационно-аналитической компании «Бизнес-информ» был у нас в особом мнении. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Всем удачи. Особое мнение. На 101FM.